Игра и дефенс от Hell Raiders. Это за атаку. Да. Куда они пойдут? Хорошая флешка на банан. Отлично. Втроем просто принимают этот банан у Сашеры. И идут дальше давить. Главное сейчас не встрять на... Очередной раз на Кенниса, который просто эти три головы соберет. Но нет. Отлично. Закрывают просто. А Кенниса еще одна хп остается. Убегает. Пытается подальше убежать. Бадди. Силовой раунд. Силовой, конечно. Сейчас у Сашеры. И эта агрессия, она принесла свои плоды. Сейчас они уже в более чем позитивном моменте. Но обычно в таком раунде ты ожидаешь, что ты найдешь бомбу на яме. Но теперь ты находишь Бадди вместе с Кеннисом, который делает очень страшные вещи. Один в один. Диффуз-киты подобрал Иса. Вернулся обратно. Сейчас подойдет. И Кеннису сейчас до последнего надо играть. До последнего прятаться. Потому что одно хп. Но я думаю, все будет чекать здесь Иса. Что диффуза есть. Есть у него время именно все прочекать. Но Кеннис хорошо сидит. В такой ситуации было бы лучше, конечно, иметь Глок. Но он не знает, что Кеннис один хп. Чекает под собой, чекает налево, чекает пески. Все, что только возможно. И все-таки дочекался до тюрьмы. Одну пульку. Одну пульку. Кеннис, Кеннис. Кеннис держится Иса. Иса до конца. Допушить. Найс. Хорошо сыграно было. Кеннис мог, в принципе, забить. Такая дистанция была, что не влияло, сколько у тебя хп. У Иса был бы 100, у Кенниса там один. И до первого хэдшота. Но Кеннис не смог это сделать. Поэтому Уисса спокойно его там в тело одной пулькой забрал. Потому что была информация, что Кеннис, конечно, красный без головы. Да. Ну и наконец-таки Ашера получает собирание превосходства. Напоминаю, что Мираж именно таким же образом и начинался. С счета 5-0. И только два раунда впоследствии смогли Ашера законтролить. Приграли 16-7. Глаки в руках у Джету, потому что они ставили бомбу. Поэтому на третий раунд они смогут уже играть с калашами и вторыми арморами. Поэтому сейчас мы, скорее всего, увидим 2-0 без особой борьбы. И самое главное, Ашером не потеряет лишние девайсы, лишние арморы и, конечно же, лишние раскидки. Бондик откидывает в самом начале смок вместе с хэшкой. Это ничем особо не помогает. Контролит он сейчас стенку. Нельзя так подпрыгивать, на самом деле, без арморные. Просто моментально ловишь одну пулю. И уходишь. Такое. Такое, в принципе. Могут погулять. Флешки. По 250-ку очень много, на самом деле, можно половить хэшшотов через дым. Миксел хорошо затаился, на самом деле. Может сейчас спину расстреливать. Но его могут контролить. Контролит, контролит его. Не контролят. Фондика забирает. И Дэдфокса тоже опасно. Сейчас выходи, потому что еще один хэшот так словит. Нет, забирает хорошо Миксела. 4-2. Глок по 250-ю НБК. Можно еще девайсы поубивать. Если выбить еще там 1-2 девайса, то если взять следующий как раз бай-раунд, то там будет эко моментально. Бадди. Оп. Неплохо сделано. Все сейчас было боксиком. Да, он получил, конечно, в шляпку. Но шляпка-то у него армированная. Так что все в порядке. 2-0. И вот сейчас тот самый момент, когда мы увидим первый девайсный раунд с Калашами и всем остальным. Апекс и компания, мы все прекрасно знаем, очень хорошо играют на Инферно. И на атаке в том числе. И должны осознавать, как они сейчас будут бороться против своего оппонента. Имеется еще и фулл закпак раскидок. Есть смоки, есть молики. Калил, МП-7 и 3 калаша. Хороший, хороший бай. Главное, что очень большое количество гранат. Именно то, что важно. Очень на Инферно. Что можно здесь фейковать очень хорошо. Как раз эти начальные... Молики пошли. И Дэдфокс зря пошел. Прям так по крессе он прогорел. Немножко сверху еще получил от хаешки. Бикий просто стреливает сквозь смок. Да, и Ашера теряет двух в самом начале раунда. Еще и приходится делать перетяжку Воксику сейчас для усиления Бондика. Бондик пошел бороться. Зачем? Может же просто остаться на Бонде в глубине. Но он пытается удивить своего оппонента. Оппонент начинает простреливать минусы. До свидания. Бондик. Вот это раунд. И Воксик пошел на борьбу. Что они творят? Четыре человека умирают в одном и том же месте сейчас у Ашер. Не должны его пускать отсюда под молотов. Просто два игрока его будут забирать. Тушат моментально. Ну и должны тут простреливать. Очень жестко просто настреливать него. Ну не дадут выйти. Ну какие шансы вообще у тебя три ствола простреляют на том месте, где ты выйдешь из мака и остался один. Это без шансов. Без вариантов. Для Ашеры, мне кажется, то, что они сами это заслушали, они сами захотели это делать. Я имею в виду, у вас есть варианты на полупассивное стояние, на агрессивное стояние или на полностью пассивное. И сейчас это была тотальная агрессия, которая обернулась тем, что Ашеры отдавались ван бой ван. И какого-то единого удара по этому банану не было вообще. Не было каких-либо выходов под флешку, не было каких-либо хаешек молотовых и всего остального, что могло хоть как-то помешать G2. Рискованно ее очень делали. На самом деле этот выходный банан втроем. Именно быстрое занятие. Потому что тебе молотов залетает. Ну вот этот классический молотов, да. Ты кидаешь под дерево туда. И три хаешки еще им залетело. И как раз там моментально бондик умер. Поэтому рискованно. Более пассивно, мне кажется, такие раунды. Именно первые девайсы надо отыгрывать. Бадди гуляет. Ис остался здесь на библиотеке. Можно откинуть флешу. В принципе, отойти и точь и выйти. Но если понимаете, что стоит вообще не агрессировать никуда. Иначе он потеряет лишний девайс. Что там у Ашер по экономике? Ну, в принципе, играбельно. У Ангела, правда, 1400. Одну эмку скинули, да. И будут покупать. Будут, конечно же. Пару эмк с первыми арморами. Потому что прекрасно понимаешь, что уже против Калашей играет. Хотя вот у НБК эмка. И вот она может сыграть злую шутку, на самом деле, против вот этих неарморных двух игроков команды Ашер. Неарморных без шлема, соответственно. Да, один дефускит. Это мне очень приятно. Отставили как раз-таки игрока с дефускитом на Аплэнсе. Откидываются молики. Откидываются флажки. Начинается классическая бесконтактная борьба. Ой, две хаешки. Как хорошо залетает. Бонтик чуть не умирает. 5 хп ему оставляет на банане. Опять эти хаешки играют злую шутку с Ашерами. Опять они в второемной банане были. У Воксика 49 хп. У Бондика 5. Да, это вообще не то начало, которое ты хочешь начинать. Причем, кстати, Воксик там получил не от хаешек явно. Никс был. Хэтшот на дед Вокса. Тут пошел опять в агрессию в соляную. Причем, опять же, никто его не поддерживал. Была какая-то флешка вроде как, но она никого не ослепила. И снова пытаются воевать. Ашеры очень серьезно пытаются воевать именно за банан. Но у них это не получается. Сейчас они отогнали G2. При помощи смока G2 решили пойти в сторону Аплента. У них еще есть целая минута. Они могут похолодить у ребер. Уйти снова на Б. Могут выйти в сторону Аплента. Могут выйти на коннектор. В общем и целом, планов и их вариаций очень и очень много на данной карте. Бадди собирается выйти с апартаментов. Его, кстати, позиция самая важная сейчас. Если его там не заманковали, Воксик убивает Миксвола. Но ответочка от французов не заставляет себя ждать. Ашера оказывается только в одиночестве, в слепом на Апленте. Иса понимает то, что есть один игрок еще и на шарте. Его окружает с другой стороны. Апикс его убивает. В конце концов, Бодик остается с 5 хп совершенно не у дел и не у кассы. Надо на банан пойти и забрать эмку. Что ты тут делаешь, Бонтик? Вот она эмка. Ну, можно на банан было уйти и там забрать эмку. Ну что, какой шанс у нас на этой карте то, что не чекнут клумбу? Чекнут или не чекнут? Будут чекать, то есть? Или не будут чекать? Будет ли вообще ситуация, в которой надо будет чекать клумбу? Я думаю, будет, конечно. Если взять то, что Ашеры дефаются супер агрессивно на Б-Пленте, у них просто никого не останется, чтобы подбуститься. Для бусты нужно два человека. Ну, я думаю, рано или поздно, когда их вот так вот будут регулярно выкуривать с банана, то они начнут пассивно уже защищаться и будут именно делать эти подсадки. Ну, не обязательно на клумбу, но за там триплбокс. Дэм. Дэм, Сан. Тяжелейшая ситуация для холлрейзерс. G2, в свою очередь, могут совершенно спокойно продолжать байдс. У них очень много денег. И это будет проблемой впоследствии, если Ашеры все-таки смогут выиграть 1-2 раунда. ЦЗ-шка появляется у ИСы. Успы, убийство клумбы, жесткое. Просто убил сейчас горшок. Апекс, тем временем, выходит вместе с флешкой, с NBKM. В сторону ребер здесь Бонтик в упоре, вместе с Фоксиком даблкил. Возможно, и для NBKM не случается. Прострелили Бонтика, Бонтик отправляет даблкил. М-ка работает. Засейвленная М-ка. Три Успа остается. Нельзя давать эти девайсы забрать, которые валяются на миде. Мы решили вообще не действовать сейчас Ашеры по банану. Ну, это... В принципе, это не важно. Забирает Воксика. Девайсы, девайсы хотят подобрать. Первый М-ка. Две М-ки. Забираются с этими М-ками, можно, на самом деле, пытаться раунд взять. Да, можно. Можно откидывать сумолики в флешке. Миксул должен поставить бомб под прикрытием Бадди, который останется на песках. Бомб вообще не стоит, время есть. Проблема вся в том, что нет ни диффуз-китов, ни смоков, ни арморов. Это экономический раунд все-таки. И здесь надо просто надеяться на то, что Бадди сам подставит свою голову, а он не будет этого делать. Ну, я имею в виду, это сумасшествие. Я просто флешку открылся, прочекал шорт, увидел, что там никого нету. Ангел теперь уже вынужден будет идти дальше, ожидая подкрепления от Тедфокса. Но того отзонили с Маком, и Тедфокс дает инфу, слушай, мы не можем ничего здесь сделать, надо идти на сейв. И, конечно, сейв надо делать обязательно, здесь варианта другого просто не подразумевается. Да, смотрится это как 2 на 2, и вроде что здесь трусить, но мы все прекрасно понимаем, что в реальности, в простой жизни, да, надо сейвить девайсы, особенность взять то, что в следующем раунде по деньгам у Ашер все не очень хорошо, и Ангел может дропнуть калаш, может дропнуть эзэшку. Бадди, по-моему, а нет, далеко план поставили, все нормально. Все хорошо для Бадди. Ну, Бондик молодец, 2 кила, оптимистично дает понять своей команде, что он готов сражаться, что он готов работать, и, в принципе, Ашерам нельзя ожидать, точнее, G2, прошу прощения, нельзя ожидать легкой победы на этой карте, но победы, скорее всего, будет. В 8-м случае шансы пока очень даже неплохие у парней из Франции. Что касается Ашер, закупились по полной, есть Молотова, есть Эзэшки. У Ангела, правда, почему-то нет армора, покажите деньги Ангела, пожалуйста. То есть он кому-то, он купил себе М-ку, дропнул то, что он засейвил с предыдущего раунда с вами тиммейту, и у него не осталось на армор. Это неприятно совсем. Возможно, стоило купить себе ЕМП какую-то условную, или даже СЗшкой остаться играть, потому что она у него в руке, и так бы как раз-таки лишние денежки накопились бы на арморчик. Такие флешки полетели, здесь находится Воксик. Заход от NBK начинается прослел, Воксик как же жестко навелся сейчас. Сквозь матча, он уже продолжил NBK. Главное, что-то не получать. Минус делал, хороший для своей команды. Можно уйти в более пассивный. Апекс вышел, Воксик его может здесь и... Нет, по-моему, увидел, по-моему, увидел руку. Под флешечку. Надо отойти, да. Апекс заходит еще в арку, Воксик его тут. Нет, не захотел агрессивно так играть. Но Апекс очень близко подходит в библиотеки. Его здесь могут не контролить. Хорошая флешка. Тиммейт Агеннис разменивает Воксика и уходит. Плент надо забрать с меда. Ну что, перетяжка на B? Да, перетяжка на B, там один Детфокс и полхэповый. 30 секунд. Ашеры должны, понимать, уже стягивать одного хотя бы тиммейта на B-плент, чтобы 2-2 встать. Потому что одного все-таки на B-пленте оставлять. Да, под ретейк это все будет, но... Должны с Детфоксом еще что-то тут делать. Хорошая флеша какая была, но Бадди его моментально разменивает. Молник, неплохой молник. Подгорел Бадди, очень серьезно. 66 хп у него осталось, может поставить бомбу. Но это очень серьезный шанс для Ашеры сейчас на ретейк сыграть. Если у них не получится, то это демотивация очень серьезная будет. Мало того, еще и по деньгам динаминация. Сами видели, что сейчас с рублем случилось. То же самое может случиться с Ашерами в следующем раунде. Если они этот не берут, смог откидывать. На Аплент Кеннис выносит одного. У него идеальная позиция для стрельбы с АВП, но Иса на размени не знает ошибок Бонтик. 1 на 1 против Бадди. И все-таки... Красиво. Стащит. Очень сильно. Красиво. Кеннис, конечно, должен и второго был забирать, на самом деле. Но не пошла у него стрельба. Бадди молодец. Бадди молодец. Сыграл за себя и за того парня. Да, так и есть. Но должен был сейчас сильнее Иса выступать. Опять же, если не сейчас, то никогда. Потому что ты отдаешь пятый раунд. Экономика плачет. Все печально, грустно и так далее. И да, ЦЗшки есть. Да, первые арморы есть. Да, есть молики ХЕшки. Куда, Воксик? Что это такое? Просто в никуда. Что за пробегалово? ХЕшки, Молотов еще. Бонтик просто сегодня горит. В упоре. Дэдбокс выносит двоих. Миксел сразу на размени. Неплохая стрельба от него. Еще и по Бандику, который вышел. Он решил, что он сможет здесь сыграть. Да, в дополнение к своему тиммейту. У Дэдфокса получилось зацепить двух. Но большего шером получить было не суждено на Банане. Пришел сюда Ангел. У него нет тиммейта для Бустата. То есть темка валяющаяся. Что приятненько. Можно еще и сыграть по собственной флешу. Через этот смок. В Миксел ее получает. Но при этом Ангел никуда не выходит. Можно еще одну флешу откинуть. Но все это время он просто удерживает оппонента от дальнейшего выхода в сторону Бэплента. Апекс Леркен остался. Такой полуфейк был. Потому что еще есть три целых смока. Поэтому можно еще чуть похолодиться. 50 секунд времени на окончание раунда. И Воксик уже идет. Воксик идет просто собирать информацию. Вот полетела полностью раскидка. Воксик, мальчик мой. Нужно прямо сейчас выезжать. Хотя нет. Не стоило. Кеннис контролит. Кеннис контролит, да. Спи, но опять же можно было действовать из-под информации от Ангела. Наверное, Ангел и сказал. Иди, иди. Я в тебя верю. И Карасов наверняка верил. Дальше спрей от Кирилла. Отличный хэдшот. Должны его контролить. Да, Кеннис его моментально. Убивает. И ИСа один остается. С СЗшкой есть. Есть первый армор и одна флешка. Девайс надо забрать. Где они там разменивали как раз. На банане. Ну что, берет девайс? Или берет раунд? Одно из двух. Ну тут, наверное, надо сейвить на самом деле. Но варианты выбивать сейчас плент, в котором ты не имеешь ни малейшей информации. Все калаши что-то повыкидывали? Вместо расположения противника, да, по-моему? Да, калашей просто не валяется. Ну надо дойти куда-нибудь еще. Тут можно через флешку сыграть. Попробовать ослепить, забрать. Не знаю. Будет он это делать. На самом деле разницы никакой. Ашеры вообще не могут нащупать собственную игру. Отличное начало каждый раз. Они даже из-под большинства порой играют. Ой-ой-ой, Иса не выпускает одного, но второго все-таки придется выпустить. Микс лучше заберет АВП. Да, и в живых останется. 56 хп, все нормально. Так вот, по поводу Ашер. Вроде как получается даже какие-то киллы делать. Даже получается из-под большинства играть. В предпредыдущем раунде мы помним ситуацию 3 на 2 в окончании. В этом раунде этот фокус сделал отличное начало при помощи ЦЗшки и двух киллов на банане. Но все никак-никак не получается завершить раунд в свою пользу. G2 хорошо смотрится. Пауза. Наверное, Аташеров нужно все-таки чуть-чуть что-то подфиксить в их обороне. Потому что есть дыры. Надо как-то сейвов, мне кажется, на бэс играть. Потому что там постоянно какой-то провал идет. Там идет именно размен всегда в пользу G2. Но сейчас и символики, и смоки надо использовать. Это возможность играть пассивнее. Откидывать просто противника максимально долго. Для того, чтобы G2 не зашли. Или если заходили, то заходили через смок, где их можно будет убить через флеш. Или просто... Ну вот этот хороший смок всегда с сети спауна вылетает, который на банан кладется, который мы вчера видели. Да, в исполнении Фнатиков. По-моему. Фнатиков уже, да? По-моему, да. В Снатик-хероик была игра. Хотя, по-моему, там не было Детрейна. Детрейна? Ой, Детрейна был. Был Детрейн и Кобблстоун был. Потому что ты играл-то. Что-то из головы вылетело. Ну, в общем, смок на банан, который с сети вылетает. Честно, даже я не помню. Инвиз играли вчера. Кажется. Так, ладно, смоки, полетели. Откидывается молотовый также от Дедфокса. Дедфокс нельзя ни в коем случае выходить, потому что там Кеннис контролит. Но смок лежит. Смок лежит. Ну, вот оно. Наконец-то Ашера играет пассивно. По всем планам. Они решают то, что не стоит давить банана. Не стоит на нем слишком сильно концентрироваться. Потому что 8 раундов, точнее 7 раундов уже было использовано. Из них 5 было проиграно. Напоминаю, что Ашера взяли первые 2. То есть там, где девайсов еще не было. И начиная с девайсных, они проигрывали все. Да, и подсадку сделали в планте как раз за Б3. Главное, конечно, здесь опорная позиция это ИСа. Потому что от ИСа зависит возможность прохода Бадди по апартаменту. Бадди умирает. ИСа все делает очень-очень грамотно. Сам спускается, заменяет свое оружие на калашников. И сплит на Б идет. Да, сплит на Б. О нем, кстати, в ус не дует. Ощера, хотя даже если дует, то не факт, что им это поможет. Потому что на планте только Дедфокс и Бонтика. Это от стрельбы Бонтика. Сейчас на дальней дистанции зависит крайне мало тайминга. Он очень плохий НБК. В конце концов против Б3 играет. Этот Фок все еще удерживает. Выход с Банана. Там все еще бомба. Но имеет инфу. Его тиммейты не двигаются. Где хелпа? Ноль хелпы от ИСы и Ангела. Супер долго они действовали. Видимо, собирались до самого конца халдить. Пока не получили информацию 100%. На месторасположение С4. Потому что тут могли и фейкануть. Увидели Кенниса, что он стоит в агрессивной позиции в церкви. И сейчас будут то ли под флешку его ломать, то ли... Сейчас может спрятаться как раз. Нормально двое игроков у нас в церкви находятся. Есть инфа. Есть инфа. Чуть ли не смока нет. Но нет ни смока, ни диффускитов. Диффускиты, кстати, валяются рядом с НБК. Стреляем стрел один на один. Размены ИСа все-таки оказываются тем самым. Кто будет мертв в этом перестрелке. Кеннис, как всегда, молодец. И опять. И опять на Тоненького. Опять чуть ли не... Да, один в один остались у нас два игрока. И все равно G2 забирает эти раунды. Да, каждый клатч-момент. G2 становится сильнее и сильнее и сильнее. Уверенность. Уверенность не хватает от HR. Мы видели то, что два человека оставались все время на АА. Именно Ангел, Сысый, да, по-моему. Да, Сысый. Они что-то... О, начинается пуш жесткий. Начинается заход на яму от Воксика и компанией. Все. Команда прямо сейчас ринулась в проем. В Бэплэнд. Каешки залетают. Апекс. Остается здесь один. Его вырубают на разменах. Неплохо законтролить калаши бы побыстрее. НБК вместе с Бадди остается без контроля над помбой. И вот это то, чего сейчас не хватает. Хелл Рейдер с Бадди. О, какой спрей еще оттого сверху. Но он был на свапе в тот момент, когда ИСа решил сагрессировать вместе с своими тиммейтами. Но в этом раунде приносит победу Хелл Рейзер с Третьей. Наконец-таки появляется в руках у восставших из Ада. И они это делают на ЦЗшном раунде. Что означает, что у них очень-очень много экономики. В ответку закинули три ХАЕшки как раз на банан. Потому что я прекрасно понимаю, что G2 всегда его пытаются занимать. И вот именно ответные ХАЕшки очень хорошо зашли. Кто-то с гранаты улетел. Что, сейчас будет перестановка атаки от G2. Сейчас тоже, наверное, более пассивно будут играть. Помедленнее. Может быть, как-то в Аплэнд. Будут упор делать. Потому что по экономике не очень круто. Но я думаю, бай будет. Да, бай будет. ЦЗшка. Еще ЦЗшка. Кеннис, конечно, на ВП себе ее купит. И два калаша будут. А, нет. Кеннис даже решил тоже через калаш сыграть. Без АВП будет эта атака. Да, так и есть. И ЦЗшки от Апексов смиксованы на атаке. Французы, мы видим, оказались сразу же очень-очень серьезно повержены по экономике. Фоксик сейчас может сыграть и опен сделать. Нет, не решился. Нет, не делает. Но позицию занял хорошую. Будут играть медленнее. Это и так понятно. После предыдущего раунда они не могут все выбегать с ямы и получать проще мгновенно на банане. Хорошо, Фоксик Кенниса проконтролил. Такой надо какие-то вещи наказывать. Но мы видим то, что никто не выходит сейчас против Фоксика. Только Бадди находит его на бойлеруме. ЦЗшки откидываются. Наш Шер имеет все возможности, чтобы зонить своего оппонента до самого конца. И заставить же тура на репознан просто выйти в сторону Б-пункта, если сейчас не получится сыграть через апартаменты. А скорее всего не получится. В этом я почти 100% уверен. Холдятся. Холдятся в апартах. Потихонечку. Дот начинает двигаться, вычислять позиции. Очень хорошо откидывают сейчас Ашеры в G2. Флешка хорошая. Заход с апартаментов очень важный. Сейчас они могут перекрыть Ангела вместе с Исой, но не получается это сделать. Миксу остается один. И Бобсик отлично отыгрывает этот раунд. Минус 3 делает. У него была важнейшая позиция, потому что если бы он проигрывал в своей перестрелке и проигрывал свою позицию, то он отдавал бы двух своих парней на шорте. Вот то, что мы вчера видели от... Кто там у нас дефился дабл шортой? Спейсы? Пас. Пас. Да, спейсы получается. Спейсы, спейсы. Вот. И Бобсик сейчас сделал все возможное, чтобы не отдать своих двух тиммейтов на шорте, которые все еще оброняли ребра. И G2 не смогли пройти сквозь Бобсика его снайперскую винтовку, где он оформил трипл килл. Клаки полетели. Клакки опять мощные. Миксвилл. Сколько там? Два. Два хп. Сейчас Бобсик, если прострелом стреляет через... Еще одного простреливает. Десять и два. Ну, тут все-таки глаки и армора отсутствуют, так что, в принципе, не страшный раунд. Скорее всего, это пять-шесть. Напомню то, что Ашеры начинали предыдущую карту еще лучше, но закончили ее все еще поражением. Здесь нужно играть максимально скастрированно. G2 в свою очередь начинает терять постоянно. Это еще свое постепенное преимущество. Да, не забываем, что это все-таки пик G2, и они будут потом за защиту играть. Хороший хэдшот по Бобсику залетает. Но жалко, что это Глок. Жалко для кого? Жалко для G2. Ладно. Я думал, ты болеешь за французов. Поставил там сатенчик? Я, да. Два. Два сатенчика? Две маршмеллушки. Так, выстрел от Фоксика. С библиотеки. Я на НБК выстрел еще один. Ну, тут такое. Можно зажать с клоками. Можно, можно, даже нужно. Зажали, получили АВП. По Дэдфоксу какой еще хэдшот великолепный залетает. А здесь с АВП можно открывать сейчас. Вот прямо сейчас надо открывать. Миксвул взял себе снайперскую винтовку. Напоминаю, что в предыдущем составе он исполнял АВП. АВП должен собирать сейчас всех вот этих красных по пульке просто. Раз. И чуть ли еще двоих может забирать здесь. Да он должен забирать именно. Какие у него остаются варианты. И начал проиграть в постановку бомбы. Он ее и так, и так проиграет. Да, еще и флешка. Бодик понимает то, что в общем и целом могут просто догнать спину. И так и происходит. Ангел. Теннис. Молики в угол. Миксвул с ВП. Сейчас может это очень сильно порешать на самом деле. Но на него, на него заходит. Увидел. Увидел, по-моему, Ису. Должен. Должен понимать. Но это очень жесткая ситуация для Хелл Рейдера. Зато могут вытащить здесь. Но Миксвул мажет с ВП. Как же так? Но Кеннис все еще не убиваем. Три килла. От него Ангел в упоре. Кеннис выходит и погибает все-таки. Два ХП. Два ХП. А будь там армор. Будь армор. У Кенниса было бы еще больше шансов. Просто на тоненького. Жестко. Жестко. Ну, опять же. Очень ровные раунды. Очень ровные раунды у нас постоянно играются. Да, регулярно клатч-моменты. И, наконец-таки, Ашеры получают эти клатч-моменты в свою пользу. Но очень было потно. Если взять то, что Ашеры, точнее, G2, напоминаю, играли с одним деглом и четырьмя глаками. В отсутствие каких-либо арморов и раскидок. У них получилось забить библиотеку. И как раз-таки после библиотеки и контроля над АВП они смогли выйти на АБ-плент. АВП от Кенниса стреляет. Пока не попадает. Воксик выходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Как плотно-то. Просто в лапку. В локоточек. Главное, что он не испугался выйти сюда. Я имею в виду. Ты услышишь выстрел. Ты понимаешь, что ты, скорее всего, под прицелом оппонента, если ты выйдешь. И Воксик решил, что он будет сильнее, чем один из лучших снайперов мира. И он выиграл. Смок рассеялся. Дэдфокс надо срочно уходить, потому что миксил там с АВКом. Чуть-чуть. Дэдфокса не ловит на этом хедшоте. Вот сейчас еще раз ты так почекаешь, и он встрельнет. Вот опять очень близко было. Дэдфокс решил играть в агрессию вместе с Бондиком. Они вдвоем уходят на деревяшку. Останется здесь в маленькой нычке. Молики. Молики, кстати, есть целых три штуки. В принципе, если что-то захотят, они могут от молотовить Дэдфокса. Тогда ему не сдобровать. И я бы на их месте именно так и сделал. Потому что Смок, который был, откинул защиту. И обычно именно на этой ИИ рассчитывал, что ты захватишь вот именно сюда. Его чекают. Граммон действует G2. И Бондик. Бондик может собирать здесь. Миксил. Куда с гранатой-то просто в руках? Да, конечно, здесь никого нету. Ну, откуда тут может это быть? Ты что? С ума сошел? Ментальный придерж. Это инновация и технология от Холл Рейзерса. Никто такие позиции никогда в жизни не ставил. На конце сейчас же тут просто были удивлены. Вокс начинает спрейт сквозь фреску. Фреска не падает. Хороший хэдшот по МБК прострелом. И ИС забирает еще Апекса. Да, два красных были. Очень трудно было что-либо делать. Нужно, чтобы АВП минутовая работала моментально. Но ничего тут не получилось. Появляется борьба в исполнении от Холл Рейзерса. Эти парни явно хотят выигрывать здесь на Дейн Ферно. Забирая свои три очка. Потому что первые три очка они уже потеряли. И, конечно, им не хочется совершенно здесь играть в луз себе, в минус. Можно хотя бы на топы выйти туда. Хотя бы одну очку заполучить G2 в свою очередь. Начинает терять хватку на атаке на своей собственной карте. Калаш вместе с ИЗшками. Это соло-герой от Апекса. Опять же, все началось, напоминаю, в предыдущем раунде с того, что... Опять, опять, может быть. Вот, вот с этого. Просто Кеннис. Вот они пытаются через их яму уходить, боаде это байтбол. А че не смакануть-то, С2? Там, конечно, дырка большая, но все равно можно было попробовать. Хотя бы немножко подприкрыть себя. Потому что, правда, вот когда ты идешь в сторону церкви, на миде тебе очень тяжело играть. Потому что со всех сторон могут на тебя напасть. Дэдфокс. Флешечка. Пошла, выход на банан. Мажет на нас Дэдфокс. Китывает своей флешечкой. Мог бы ловить, мог бы ловить. Да, там вполне себе халявные киллы были. Мансовали, конечно, противники, но не то чтобы очень качественно. Хороший, хороший смок. Пытается все еще хоть как-то сыграть. У него снайперская винтовка не работает. Зато Бондик приходит и исправляет. О, что это было сейчас? Дэдфокс. Радименький мой, как же так? Столько выстрелов в молоко. Возможно, сбился прицел. Дэдфокс он. 4 в 2. Воксик минус Кеннис. НБК. Пока не попадает. С другой стороны будет видеть оружие. Апекс хорошо вышел, Воксика убил. Прекрасно понимал, что он будет смотреть триплбокс. ИС-1 остается. Очень трудно ему здесь будет. Хоть и красный у нас Бадди. Но Бадди не будет открываться до последнего. Должны прекрасно понимать, где он может быть. Бадди пытается байтить. ИС его забирает. Но два игрока его контролят. Моментально его разменивают. 6-7. G2 Esports. Да. Не смотрится сейчас HellRaters на ту чемпионскую игру, которую они устраивали на MakeMyBets. В Киеве я, конечно, прекрасно понимаю, что там не было прям тиров. Один команд из топа три. Но все же были те же самые Норсы. Были Гамбиты, которые, напоминаю, отлетели от Фракторцев. Команды, которые я лично даже в жизни никогда не видел. И, скорее всего, не увижу ни на одном из ланов. Ну, то есть ни на одном из ланов среди тир-один команд. Ну, видишь, парни, если кого-то уже обыграли в свое время, то это может и продолжиться. Потому что... Скорее, я думаю, что это тенденция комбитов, а не парни из Фракторцев. Убираются же всегда новые молодые коллективы рано или поздно. У тебя же не могут старики всю жизнь играть в Counter-Strike. У тебя появляются какие-то новые игроки. В Virtus.Pro. Появляются новые команды. Из этих новых команд люди... Ну, новые вот эти лица переходят в более топовые коллективы. Кстати, Паша уже тридцатник, замечу. Я сегодня исполнился. Поздравим Пашу. Бицепса, в смысле. Всем уже почти тридцатник. Мне, тебе, всем остальным. Всем остальным. Всем, на самом деле, тридцатник. Друзья, если вы нас смотрите, вам тоже тридцатник. Вы просто еще не догадываетесь. Так, теннис. Хорошо прочекал. Увидел двух игроков команды G2. Захолодились. Захолодились на банане. Можно чуть ли хашером не поджать что-нибудь. А парты какие-нибудь. Нет, стоят. Боятся. В дефолтных позициях боятся с ТЗ-шками идти в пише. Вперед. Пытается резать эти две мки. Хороший смачок залетает еще. Пытается Дэдфокса нашить. Смотри. Клумба. О, да, тот сам момент. Но, по-моему, они не зайдут на B. Слушай, у нас не будет сегодня клумб. Да, да, у нас сегодня не будет клумб. Без клумб. Без клумбовый контрстрайк. Хорошо, сюда стянули. Третьего игрока команды G2. И, да, и моментальный выход просто на двадцатку трех игроков. Ангел, минусы первого. Надо сейчас сократиться. Плэнт отходит. Ну, да, но Иса должен принимать людей. И спрей от него. Десять секунд остается. Они не поставят бомбу. Да, да, это так. Потому что Бонтик вместе с Исой сыграли сейчас на все сто процентов. Вообще, Иса вместе с Ангелом на Апленте два человека отразили нападение четырех. Мне очень нравятся вот эти две позиции, на самом деле. Вот еще, ну, третьего на балкон ставишь. И вот как раз этот ящик. Потом как раз пески. Вот именно не открытые пески, а вот когда ты смотришь именно заход к человеку, который стоит именно на ящике, либо вот именно за ящиком, там с СЗш какой-нибудь или с оружием. И тогда тут очень мощный перекрестный огонь идет. Еще из балкона если тебе помогает, да, кто-то саппартов выходит. И ты именно все прикрываешь. Ну и сейчас зато явно не разобрались. Почему-то не было ни молотого, ни смока. Просто вся эта комбинация реально убирается при помощи одного смока на эту дырку в стене песков. И все это было бы нивелировано полностью. Так. Буст из трех человек. Апекс. Ждет, когда кто-то выйдет. Ашеры полностью изменили свою идеологию по отношению к Бепленту. Больше они сражаются за банан в принципе. Откидывают дефолтные смоки просто на удержание своего оппонента. И джету сейчас должны забайтить хотя бы на смок какой-то. Ну вот он молик, летает первый. Второй, третий. Хорошая подсадка от Бондика, вот именно он не горит. И может быть эту позицию как раз чекать и не будут. Молотовы очень зря вот сейчас были использованы, кстати, от атаки. Ну да ладно, НБК. Выход. Бондик, спрейт одного, спрейт второго Дэдфокс. Третьего еще и Воксик убивает здесь на подходе. Ангел пришел сюда, разобрался. Но это отличайший раунд. Все-таки джету на окончание защиты очень слабо отыграли. Посмотрим, как их защита будет действовать в следующей половине. Потому что, скорее всего, ну должны они брать этот раунд. Кеннису очень трудно будет здесь с авиком как-то сыграть. Потому что тут будут именно из-за угла вылетать все три игрока. И после первого выстрела, если даже он одного заберет, его просто моментально на размен заберут. Ну я думаю, прямо сейчас это произойдет, ближайшие там пару секунд. Оп, хэдшотик залетает, до свидания. Да, самое интересное. Ему нужно было открываться. Все-таки последний раунд был какой-то. Никакого сейва не должно было быть. Первая половина «Миража» начиналась с очень-очень печальной игры для Ашер. Регулярные клатчи не брались. Три или четыре штуки у них было возможности сыграть там. И даже из-под большинства, в конце концов, они их проигрывали. Но окончание первой половины показало то, что Ашер готова здесь бороться. Это не может не радовать. Потому что, опять же, мы все прекрасно понимаем то, что здесь помимо пяти человек, за их спиной стоят еще два. Именно Джон Той Амиран. Два человека, которые занимаются и тренерством, и статистикой. И ясное дело, что им очень-очень хочется, чтобы их коллектив даже на онлайне выигрывал все, что возможно. Крайне важные и нужные очки прямо сейчас для Ашер, потому что у них есть шансы на попадание на Даллас, на главный лан-финал с большим призовым фондом. Напоминаю, что у нас один миллион долларов. Это не Хухры-Мухры, это уровень мейджора. И дело не только в деньгах, дело, конечно же, еще и в статусе этого чемпионата. Он один из центральных в сезоне. Да, сейчас будет свап сторон. И как раз-таки у нас Ашеры будут играть за атаку. И знаю там Джонту и Амирана. Ну, скорее всего, наверное, Джонту. Насколько он любит придумывать всякие вот эти жесткие стратегии, непонятные хитрости контра-страйковые. Поэтому за атаку может Ашер на самом деле что-нибудь здесь показать. Может быть, и подготовили серьезно как раз Инферно за атаку. Да, будем надеяться. И опять же, что касается Джетума, все знаем, что это их карта, Инферно они наиграли. Но в дуэльном сражении, в очном сражении между Воксиком и Кеннисом пока что выиграл Воксик. Кто знает, если эта тонация продолжится, то Кеннис, может быть, не поможет своему коллективу с АВП. А на дефенсии это, конечно же, крайне важный девайс. Или, наоборот, Кеннис все-таки найдет себе силы и сможет одолеть своего оппонента. Что у нас с следующей картой? Именно с какие команды? По-моему, НИП, Энвис. НИП, Энвис. НИП, Энвис. А последней, по-моему, карты у нас будут Эгоу. Не, Эгоу, НИП, а Энвис с кем-то другим играет. Эгоу, НИП и Эл, нет ступ. Все. Эл, Эл Диэл Си, да. Два французских коллектива у нас сейчас живут. У нас три сегодня французских коллектива разных. О, жестко. Напоминаю, что Эл Диэл Си вообще уже точно никуда не могут пройти. Они зафейли полностью все начало и середина данного чемпионата. Привет тебе, Лишача. Так, тем временем, Кеннис вместе с компанией. Заход массовый от Ангела и Кона Шорт. И я не знаю даже, каким образом они должны здесь проходить. Молик. Неплохой. Бадди играет из-под тюрьмы. Мансует налево-направо. Хороший хэдшот против Ангела. В дальнейшем Дэд Фокс отрабатывает одного. Бондик поезжает против Миксвола. Миксвол падает замертво. Аплент был полностью очищен. Хелл Рейзер с быстрым темпом. В темпе Шторма, я бы даже сказал. Влетели на точку, заполонили с собой. Ее поставили бомбу. И теперь НБК вместе с Апексом вдвоем не знают, что здесь делать. Точнее, они прекрасно знают, но шансов крайне мало. Апекс еще без армора. Очень неприятно, на самом деле, можно его просто затыкать. А, НБК, хороший хэдшот, ИС отвечает у нас по НБК. Апекс 38 хп, нет армора. Под флешечку выходит. Знает, что два игрока где-то находятся у нас в районе Песков. Есть диффуза у него. Есть диффуза, но план стоит на них. Тем временем, первый раунд для Ашер. И надо, конечно, что-то здесь придумывать в дальнейшем. Парням из G2, потому что форсбайный раунд. Но у тебя есть выбор, да, между двумя разными форсбайными раундами. Первый это арморный, второй неарморный. И да, здесь будет арморный. Все-таки на первом девайсном раунде у G2 не будет хорошего бая с полноценными раскидками, полноценными вторыми арморами и так далее. Захалделись у нас Ашеры. Не лезут, не лезут как раз на этот форсбай. Прекрасно понимаешь, что тут СЗшки может быть. Вот под флешечки хорошо банан пытались они очистить, но тут никого не оказалось. G2 стоит у нас в статичных позициях, в закрытых позициях на Б-пункте. Холд жесткий. Плотнейший, я бы сказал. Продолжается этот Фокс. Куда ему идти вообще, интересно. Что он вообще придумал сейчас? Потому что G2, я так понимаю... А, вот оно, вот оно, французские подходы. Я имею в виду 2D на дощечке. Да, это LDLC так любят делать у нас, ребята, как раз-таки. Французское инферно. Да, он там багетами немножко подмазан, просто на этой дощечке. Подсадка на багет? Подсадка на багет. Багетный подсад. Главное клумбу проверить впоследствии. Интересно, кстати, будет ли у нас на второй половине клумбы и вообще будет ли она работать. Миксел в то время вырубает Ангела. И снова сели. Окей, классно. Смог против зелени. Они думают разошлись, а мы их перехитрим и опять башенку сделаем. И переход в сторону Апланта. Здесь Бадди. Важнейшая ситуация для него с 5-7 с балкона. Пытается он сыграть. Нет, дает информацию о том, что Воксик отступил. Должна быть перетяжка в сторону Апланта. Сейчас от защиты Бадди начинает пушить. Во, Бондик должен переигрывать с оппонента Смаг в 10-ом. Так он и делает. На последних патронах очень опасно было. И два игрока так и холдятся. Один с Эрки. И сейчас на самом деле можно здесь разыгрывать. Вот она, флешка подзалетела. 14 секунд. Очень важно не потерять сейчас Бомбера. Атаки, НБК, если сможет убить Тед Фокса. Он убивает его. И бомба все еще не поставлена. А Иса падает. Фоксик остается один вместе с С4. 4 секунды. Успеет поставить. Вопрос только потом не слезут ему башню до этого момента. Ему стосят башню. Он успевает поставить. Но Бондик, как же он далеко. Бондик, беги, как Габлок. Беги, пожалуйста, беги. Диффузов нету. Диффузов нету, поэтому времени хоть какое-то есть. Бондик выходит на него. Выходит еще и Миксел. Он стреляет дальше. 15 патронов. Убивает еще и Миксел. Но времени не хватает. И бомба будет раздиффуза на Кенис. Как же он рад. Как же он рад. Он попал в ад. Попал в ад? Да. Он не попал в ад. Ну, я имею в виду. Возможно, он заплатил, точнее, в смысле, продал душу дьяволу сейчас в эти несколько секунд, чтобы раздиффузить успеть. Ну, круто было. Но G2 молодцы, на самом деле, что именно так вот захолодились. Именно тоже, опять же, перехрестным огнем. Очень классно. Не дали HR-ам зайти. Нужно было церковь чекать. Нужно было залетать с катушек и пытаться как разобрать того человека, который мог там оказаться. Детфокс. Начало. Классическое использование большого количества денег на молотовых. Смог. И все. Теперь можно совершенно спокойно заходить поглубже Апексу вместе с НБК. Перевернули сейчас сход сражения G2. Взяли форсбайный раунд. Не зря закупались своими арморами. Этот Вокс остался на миде. Как-то прям боятся немножко Ашера. Хотя, с другой стороны, в принципе, они продолжают играть вот этот медленный контр-страйк. Это их собственное дело. Ангел сказал, что я вообще ни черта не понимаю в Инферномовском передвижении Ашер. Но, опять же, это его личное дело. Это как так? В смысле, он считает, что... Написал в Твиттере о том, что я... Ну, еще давным-давно это было. Что, типа, я не понимаю, как его команда двигается на Инферном. Ну вот, хорошо двигается. Взяли, сплетанули. Хорошо вышли через зелень на Асити. И сплит БС с СС-шками. Это сейчас может хорошо получиться. Ангел минус НБК. Зажимаю это на Сапикса. Есть по нему информация, что он в церкви. Как раз два смока отличных залетает. И Зенли Плэнт будут делать ретейк. Не знаю. Вообще, кстати, я бы на их месте забил бы на это дело. Особенно связи с тем, что у них все игроки с одной позиции идут, не считая одной церкви. Бадди падает вместе с своими тиммейтами. Остается только Миксвелл и Апекс. Надо было забить на это дело. Вот будем честны. Хотя, опять же, это их личное дело. Французы... Ну, французы хотят вот... Играть. Они всегда любители агрессии. Ну, Шокса не хватает именно как раз на клатч-моментах, когда там можно А1-4 сыграть. Этот парень умеет чудеса творить. Кстати, интересно, что тут будут у нас же на этом... На Марселе. А, ну да, должны быть приглашены напрямую, наверное. Должны, должны. Потому что это Марсель все-таки. Все-таки нужно, чтобы хоть одна команда была, чтобы именно местная публика... О, я помню предыдущий лан. О, это была боль. По-моему, в Марселе вообще ни одна французская команда из группы не вышла. Там прям плотно... Пока минутка рекламы. Если ты хочешь новых эмоций от любимых компьютерных игр и стримов, добавь остроты с БК Лига Ставок и стань участником настоящих сражений. А острота там уровня Начеса или уровня Кетчупа? Там острота Халапеньо 3D. Халапеньо 3D. Энвис будут и G2 в одной и той же группе, кстати. Я не очень понимаю, как это они сделали. Можно вообще французскую группу делать. Чтобы точно французы вышли. Да, LDLC туда добавлять. И потом еще или сетку, знаешь, плей-офф чисто французскую вверх. И чтобы французская команда до финала доходила. Это факт. Но я считаю то, что как-то это странно, на самом деле, для французских команд в одну группу приходить. Но это их личное дело, организаторов. Так что у нас будет и G2, и Энвис. Так вот, я очень сильно хочу увидеть миксового в первом лане для G2. В новом составе для него. И увидеть хоть причинно-следственные связи, почему вообще взяли. Насколько он хорош. Потому что вроде как и есть, вроде как и нет. Ну, то есть вполне себе стабильный, адекватный парень. Но каких-то хайлайтов я пока от него не наблюдал. А Апекс, флешки хорошие. Полетели против Дэдфокса. Ангел все-таки смог вместе с Воксиком ответить. Воксик разменивает Апекса. Шары неплохо, на самом деле. Так территорию отжимают, именно разменивают игроков. Чтобы потом как раз атакой в большинстве на какой-то плент надавить. Здорово получается. Но можно пытаться это делать и без размена. Бондик. Постепенно на шифте. Выезжает. Хаешечка. Ну, тут только один игрок. У нас в дефенсии Б.Пунта. У команды G2. Французы решили оставить здесь Натана Шмита. У него всего лишь 16 патронов здесь в ЦЗшке. И начинается, но... Вычислят Б3 и все. И до свидания. Они чекнут. ЧП-4. Дефолтная позиция. Да, и спокойно забирает. Ну, на сейф надо уходить. Один коллаж, диффуза, две флешки. Да. Просто... Ну, не надо. Ну, зачем сейф? Какой сейф? Забей. Надо идти умирать. Миксел первый. Второй Кенис на размине нормально сыграл. Надо забрать какую-нибудь эмочку. Калашик. Оп, калашик. Хорошо. Хорошо. Ну, теперь это точно надо уйти. Да, сто процентов. Я думаю, что и до этого надо было. Можно было бы, на самом деле, и Бадди туда вот накидать через Банан. Добрать для него Красс Девайс. Вот-вот, добрал. Все отлично. Реально подстрелил его. Фома забирает Бадди. Будут сейвить. Ну, в принципе, если бы они убивали без размена на Банане, то был бы неплохой шанс. Потому что позиционка была шикарная у тебя. Один игрок играет с холпы. Другой работает с Банана. Это еще два других с Банана. Там, в принципе, минимальная флешка. Одна хорошая залетала бы, если то Ашеры могли бы умирать на Б-планте. Но не тут-то было. И это 8-10. Появляется плотнейшее сражение у нас на Дейнферно. Не то, что на Мираже. Когда G2 просто тотально аннигилировал своего оппонента. После того, что Хэлл Рейзерс получили себе 5-0. Потом они начали просаживаться. И в конце концов, проиграли 16-7, напоминаю, на первой карте на Дейнферно. Сейчас у G2 денежек мало. НБК играет с Юспо. Мапикс купил себе первый армор плюс 5-7. Но миксовал без армор на ЦЗшечку. Взял себе Тактикет. Тактикульная ЦЗха. Тактикет? Тактикет. Топовое название. Вот, посмотри на него. Розовенькое Тактикет. Я тебе потом покажу, как у меня... Или я тебе рассказывал, как у меня оружие называлось. Какое? Я тебе покажу потом в перерыве. Я даже сфотографировал специально. Играл я в КСик. И подобрал оружие. Гидропоник Алаш, что ли? Нет. Там личное название было. Окей, хорошо. Миса. У нас больше всего фанится по этому поводу ухо, потому что там у него украинский язык еще стоит на КСе. Там очень своеобразные переводы. Вот, я даже не к себе такое сделал. Нормально. Не будем, конечно. Ну, разрушитель интимных мест розового цвета. Вот, как это называется. А то, о чем говорит мне Смайл. Но мы перейдем дальше. Так назывался Калаш. Хорошо. Это похоже на правду. Иса. Хорошо поджали Ису. На неожиданность Боди вышел. Прочекал вторую длину. Вокси. К ставикам снимает Апекса. Ой-ой-ой. Что творится? Почему на Бодика выезжает с ножом в руке? Ну, свитч, друзья. И, точнее, нежелание перейти на девайс. Просто-напросто с ножом в руке бежал. Наткнулся на оппонента, которого не ожидал в старте Банана. Сейчас игрок из G2. И французы могли бы перевернуть этот раунд. Которым бы халявные девайсы полились бы на них рекой. Но вместо этого они все-таки проигрывают. Это 8-12 у G2. В следующем раунде должны быть девайсы. Насколько они будут хороши, сейчас увидим. Ангел сейчас на БК может забрать на самом деле. Если его Ангел не подчекает. Ангел его чекает. И забирает. Отлично. На цементе справился. Прочитал. Прочитал своего оппонента. Что может быть как раз на эко-раунде... Пытается какой-то девайс тут подсейвить, выбить. 12-8. Пауза. Да. Французы обсуждают, что им вообще делать. На самом деле проваливают они и тот, и другой плент на регулярной основе. И самое приятное для Ашер, что осталось совсем немного раундов. Если они смогут вот этот раунд сейчас взять, то дальше скорее всего это будет 14-8, потому что в следующем раунде у G2 не будет денег. И G2 не будет времени для эволюции, для того, чтобы адаптироваться к компоненту. И поэтому прямо сейчас здесь им нужно, не имея практически никакой информации из предыдущих раундов, каким-то образом взять этот. Поэтому скорее всего будет ставка на Кенниса и его снайперскую ментовку. Без армора и без раскидок. И очень-очень важно посмотреть именно за Кеннисом его действиями. Понятное дело, что он попробует сейчас открыться на миддл. Провалившую карту, я думаю, без армора не стоит на миддл открываться, потому что хаешка залетит, и чуть ли у тебя там не все хп может отлететь. А если две хаешки, то ты можешь просто отлететь с этого мида. Без армора это очень опасно делать. Возможно, ты прав, кстати. Да, еще есть подсадочка для миксфула. На клумбу, на окна. В стороне шарта. Ашера играет очень медленно. На 55 Кеннис играет. Иса. Иса. Иди сюда, иди сюда, Иса. Нет, в конце концов, надо даблой сейчас зажать, зажать до конца. Микс его вместе с Бати. Да, зажимают. Аплэн полностью потерян. Кеннис ничего не смог сделать со своей снайперской винтовкой. Даже никуда не нужно бежать Апексу. Просто не надо никуда бежать. Не надо никуда пытаться. Не надо. Надо. Ладно, надо. Умирай, Француз. И беги умирай. А что? Ну, а вэп надо подобрать. Там вот она лежит прям рядом. Через смок ты его прострелять не... Зачем прострелить, не прострелить. Вот забрал, ушел. Молодец. Авик да. Хорошо все сделано. Ну, будут зажимать. Будут зажимать, потому что HRF по экономике все довольно-таки неплохо. И нужно эти девайсы убивать. Потому что прекрасно понимают, что у G2 только что был форсбай такой. Ну, Дэдфокс 49 хп такой. Ну, вот такой. Еще пушить в соло. Ну, я не знаю. Со своими тиммейтами, да. То есть вот бондик подходит, говорит, слушай, я готов. Дэдфокс, выходи. Давай мы вместе с собой попробуем сыграть. Если получится, то получится. Не получится, не получится. А так они теряют два девайса, три девайса. Чего? По одному, ну, по одному лезут. Сейчас еще Ангел выйдет, пытается кого-то тут убить. Ладно, раунд хороший взяли. Молодцы. АВП еще сохранил Ангел на следующий раунд. 8-13. И G2, я уже говорил, они на грани поражения этой карты. И очень мало раундов осталось для игры. И вот эти два заставленных девайса, они крайне сильно решают сейчас. Потому что идет раскидка фамусами, идет раскидка эмками. И если будет G2, не осталось ничего. То, скорее всего, им пришлось бы играть либо просто с эзэшками, с юмпэхами. Либо вообще не играть в этом раунде с каким-либо баем. И почему-то не было бы одного дропа, если бы не было вот этих три килла. Если бы он 900 денег не заработал бы. 900 условных. Условных. Голды. Голды. Нужно больше золота для наших французов. Молики отлетают налево-направо. Тем временем очень медленно действуют ИСа и компания NBK. Слушай, кстати, я тут подумал. Может быть вся эта тенденция с русским рублем за последние два дня. Это просто рекламная акция чемпионата мира. Ну, типа, что она будет... В точнее, странцам будет выгоднее приехать в Россию. И получить много-много рублей. Футбол. Да, Кеннис. Точки полетели. NBK дабл килл. Ангел дает два балла от себя. И еще и пытается сразиться в Оксик. Но Виксвелл беспощаден. Жестко выносит одного, другого. И вот она, тот самый шанс для G2. Для того, чтобы зацепиться на D-Inferno после тотального пролета на протяжении второй половины. Посмотрим, что сейчас Дэдфокс будет делать. Но на его месте можно пойти. Один в три. Спокойно такие кладки берутся. Одного, если где-то подловишь, отстрелишь. Потом один в два. Совсем будет простенько. Мертвая лисица пойдет в сторону Байплента. Здесь только один Бадди. Хорошее направление выбрал. Ну все, Бадди услышал. Все, инфа должна быть. Вот сейчас должен слышать был. Круто, круто. Открывается лисица. Все правильно делает. И он не имеет ни малейшей инфы, на самом деле, а мистер расположения Бадди. Я так понял. Да, он просто прощекал. Ставит бомбу. В этот момент Бадди выйдет. И его точно зажимут с двух сторон. Бадди не будет уходить. Не хочет рисковать. Потому что оно здесь отдастся просто так. Опа, одного. Но нет, нет, нет. Все суперское сделано было со стороны французов. На верочку, на верочку. Да, под флешку втроем. Бадди в соло не выходил. Ждал своих тиммейтов. Все очень классно, грамотно. Ну и рискованно было. Если он умирал, то один-два. Потом можно было вообще раунд спокойно забирать. Как раз когда твою позицию там теряют. А тут все молодец. Все грамотно. 9-13. 9-13. Что по экономике у нас у Ашеров. Все есть. Денежка есть. Но это будет последний бай. Если они этот не берут, то следующий будет ЭКО. АВП. Для Воксика может решать. Мы помним на первую половину он перестрелил Кенниса. Сейчас Кеннис смотрится немножко более импортно. Заходит на мидл. Конечно же будет открываться. Он же жесткий. Кеннис, шрап. Нет, нет. До конца не пойдет. Видите, не открывается на яму. То есть там разные возможности по пикселям открываться есть. И рисковать это не стал сейчас Кеннис. Агрессия от Апекса была под флешку на банане, но разменяли его. У нас Ангел с Дефоксом. Сейчас вкусно пахнет. Ой, ЕХЕ-шка какая мощная залетает. НБК просто просил написать одно хп. Да, лицо оторвало. Но видишь, смог еще и пошел в агрессию. Может быть обратил ВП там или что там лежит у него справа? Да. МК. Окей. Место Фамоса. Я просто увидел Азимов в расцветку. Я подумал, что это АВАП. АЕ-шучка. Ну, как-то G2 прям вот ван-бай-ван пытается тактикульно играть. Так медленно жестко. Ну, классические Hell Raiders. Опять же, понимают, что сейчас нельзя делать ничего. В общем, нельзя давать раунд. Потому что если G2 проигрывают здесь, то они получают ресет экономики. И на последних двух раундах с экономикой будет все совсем не так приятно. Ой, дара. Ой, какая неприятная дара сейчас для Ашеров. Туда можно спокойно с АВиком отстреливать. Хотя бы минус одного было делать. Но не решились выходить. Они пока на мидл. Доставляют здесь Ангела люркером. Все команды стягиваются под Б. А там один игрок. Там один игрок. И читают это G2. Тоже стягиваются. Стягиваются до Кенни. Стягиваются до Миксвелл. И сейчас раскидка пойдет жесткая на бэклэнд. Так что они жестко угадывают, на самом деле. Да, и они будут выходить. Ой, ёй, Кеннис. Хорошо. Разлетает от него Смог. Под флешечку. Боксик. Минус Миксвелл. Дэдфокс минус Кеннис. НБК они читают. Сейчас Дэдфокс просто не будет. Нет шансов, что НБК это читают. Нет. Его просто... Вот здесь Дэдфокс очень поздно его чекал. С прыжка еще при этом всем. То есть у Натана Шмидта было время. Нереальное количество времени, чтобы выйти. И отстрелить своих оппонентов. Покут те чекали хелпу вместе с церковью. Боди остался один. Ты заметь, как Дэдфокс сегодня круто отыгрывает. Что на Мираже, на самом деле, вот эти выходы. Помнишь, когда он в коннекторе тоже прочитал игрока, который в дым заходил. И вот здесь вот тоже дочитывает информацию. Именно очень ответственно играет. Абсолютно показывает, что у Дэдфокса 12 киллов. Но, опять же, это ничего не значит. Потому что порой важнейшие киллы он делал. Но и в клатч-моментах проигрывал на первой половине. Мы это тоже помним. Не будем отрицать. Но мне все еще нравится Лисица. То есть, с точки зрения постоянства уверенности, ну, не знаю. Да, вот если вот вы меня спросите, кого надо кикать, если все-таки кикать, если делать как-то решафл. Хотя я бы не делал решафл на месте HR еще, наверное, с полгода точно. Я думаю, что они, в принципе, и не собираются. Точнее, я не сомневаюсь в этом практически на все 100%. То, наверное, Лисица будет вместе с условным Бандиславом теми самыми претендентами. Молодые очень хорошо отыгрывают. Иса великолепно отыгрывает. Воксик тоже. А Ангел — это Ангел. Если ты ничего сделать не можешь, он ингейм-лидер. Во-первых, он ингейм-лидер, на самом деле. А во-вторых, он ингейм-лидер. И, на самом деле, он очень часто отыгрывает очень классно на всех картах. Чуть ли не по КДА на первом месте идет. Кроме этого, очень сильный человек на ланах. То есть, он и спуску в своей команде дает, при этом сам не приседает по скиллу, потому что опыт нереальный. Так что, если выбирает, то тут просто-напросто метод на перечисление. Да, ни с Иссой, ни с Фоксиком ты не хочешь прощаться. С Ангелом ты не можешь прощаться. Кроме этого, он часть просто команды и организации. Дэдфокс с Бондиком — это вот два человека, о которых могут быть какие-то вопросы. Но они все еще не настолько большие и не настолько серьезные. Потому что Шерейф, правда, смотрится, как всегда, очень-очень стабильно, очень адекватно. И не потому, что они сейчас выигрывают, да, а потому что они, в принципе, команда, которая независима от тех катастроф, которые с ними происходят, с точки зрения состава, когда они постоянно теряют людей, там, предыдущий весь состав, который они строили долгое время, они потеряли. Нашли новых и совершенно спокойно восстановились. Ангел. Слева от него находится Миксвелл. И чека не будет, конечно. Ну, это же нычка какая-какая-какой чек. Забейте. Друзья, забейте. И с этим временем тоже падает Дэдфокс. Остается один. Это важнейший был раунд. Его нельзя было проигрывать здесь. Не то, что нельзя. На самом деле, можно. Счет позволяет. Можно выйти и начинуться здесь. Оставили Б-Плент. Просто оставили Б-Плент. И Дэдфокс не понимает, куда бегут за девайсами. Все, надо возвращаться на Б-Плент. Он не понимает, что... Не может поверить в то, что на планете никого нету. Опять один в три. Опять Дэдфокс. Увидел. Увидел он Б-К. Хорошо, минус один. 70 хп еще есть. Несильно его пробил. Надо второго забирать. Прямо на уверенности. Флэш. И третьего. Ой, чуть-чуть опять. 22 хп. Не хватает ему. Банни сегодня хорош в клатчах. Да. Очень их много берет. Так и есть. 10-14. Очень-очень серьезно сейчас сыграли GTU. Могли провалить. Но в конце концов взяли. Молодец. Дэдфокс старался до конца. Может, Дэдфокс оставался, да, последний? Дэдфокс один-три. Да-да-да. Очень хорошо постарался. Последний он все-таки не получилось. Но, опять же, мы не можем. Кого-либо винить. Ну, то есть, мы можем винить здесь немного Ангела за отсутствие чека нычки. Я думаю, что здесь совершенно дефолтная ошибка, которую нечего обсуждать. Здесь просто она была сделана. Клумба меняется на нычку в этом матче. Да-да-да. Клумба просто отсутствовала, к сожалению, как фактор. Иначе могли бы и о ней говорить. Также, ну, Найстрай. Найстрай от Дэдфокса. Пауза была взята. Холл-Рейзер сейчас будет обсуждать, что они хотят делать дальше. Для ту, в свою очередь, прекрасно понимают то, что они на грани на этой карте. Но, опять же, напоминаю, что для французов, в общем и целом, не то чтобы сильно решает, возьмут они здесь очки или нет. Оставшиеся игры могут совершенно спокойно в ничью провести. И этого будет более чем достаточно. Для того, чтобы просто-напросто остаться в середине этой лиги, то есть остаться в живых, самое главное, да, остаться в этой чемпионате. А все остальное неважно, потому что шансов на то, что они выйдут из группы на лан-финала практически нет. Три сотых процента. Сейчас посмотрю. Нет, три сотых, это если... Это у Спейсов четыре сотка. Да, нет, у Спейсов четыре, у Астралов пять сотых. Это шанс выше, чем у Спейсов. И сегодня с Спейсами еще играть, кстати, с теми самыми, у которых четыре сотых. Поджимает у нас G2 банан, вдвоем близко занимают. Отбегает у нас МБК, на перетяжку, наверное, пойдет, да. Быстрый выход на зелье на АТАШР. Под флешку, хорошую флешку. Флешка залетает, разменивает бадди. Мейксвелла не чекают опять. Ну, неплохо, в принципе. Двой красный. Апекс один. Остается только Апекс, да, ему надо что-то здесь делать. Страшное. 47 хп. Очень глох хп-шный Дэдфлокс, но он с ним справляется 15-10, друзья. Так вот, 9% что G2 выходит из Ночи на ландфинал, это и занимает седьмое место. 9% все остальные. Соответственно, сколько там? 91. Это те вариации, в которых они либо остаются в середине таблицы, что больше всего шансов, либо выпадают на relegation matches, то есть так называемые стыковые, между первым и вторым дивизионом на ISL. Апекс берет себе UMP. СЗШК плюс 5-7 у остальных из G2. И Ашер начинает свое нападение в сторону банана, одновременно с этим распределяясь на плацдармах к подходам к Апленту. Значит, это вот солнечное строение на этом инферно. У Hellraiser и не в одну скалистку карта, но и с такой борьбой. И при этом все, МСНГ коллектив все-таки получает свои очки, размениваясь 3 на 3. То есть победила дружба, скорее всего. Посмотрим, да. Нужно сейчас переждать. Прекрасно понимаю, что последний раунд, что по-любому будут откидываться смоками как-то по таймингу. У нас с G2 можно это все переждать. Именно как раз на поздних таймингах выйти, когда будет совсем маленькое количество гранат у G2. Хороший минус от Voxic. Открывает он Кеннисона на 55. И 5-4. Холдятся. Не лезут дальше. Не пытаются бежать, сломя голову. На Ангел. Чек отделен. Окей. Можно пройти на коннект раз. Чекнул, да. Причем, мне кажется, долго. 47-7 его за это время могли бы убить. Но в этот раз он все-таки разъяснил. Миксел тоже умирает. Умирает. 1 в 5 остается у нас Апекс. Да, но заканчиваются у нас карты. Не верим мы, конечно, в успех Апекс. Тем более с EMP-шкой. Тут Николаш. Без кулаша обычно такие клачи не берутся. Да, зажимает его. Уже здесь три игрока под этот смок. Он просто даже не успеет без диффузов обижать полкарты. Поэтому 16-10 АТШ РФ. Ну, ну, ну чего ты стоишь тут? Ну, камон. Ну, шо-то я не знаю. На хаешку. Рофлит парень. Это знаешь, когда уже на фонтан загнали. Да и как дикий зверь. Мы как мужчина, вылетаем. Давай, давай. Ну, опла, хорошо, со спины. Нормально заехал. Ну, что ж, друзья, напоминаю то, что следующей картой мы будем смотреть Ego против команды. Вот только что смотрел. NAP. А, Envis. 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 Go. Envis.